Киес приостановил евроинтеграцию Грузии и заморозил оборонную помощь Тбилиси. Причина – принятие закона о прозрачности иностранного влияния. Правящей партии не помешали ни многотысячные акции протеста, ни вета президента. 15 июля Саламез Робишвили намерена внести иск в Конституционный суд страны с требованием приостановить действие закона о так называемых иноагентах. Тем временем представители более ста неправительственных организаций Грузии, против которых и направлен закон, готовят коллективный иск. Мы заявляем, что не будем жить по нормам российского права. Конституционный суд может действовать с предоставленными Конституцией полномочиями и приостановить действия соответствующих статей закона. Если Конституционный суд не будет действовать своевременно и в конституционных рамках, мы воспользуемся альтернативным правовым механизмом. В то же время мы готовимся подать жалобу в Европейский суд по правам человека. Из заявления представителей грузинских неправительственных организаций в публикации издания «Эхо Кавказа». США обеспокоены антизападными и антидемократическими действиями правительства Грузии, заявила по итогам визитов в Тбилиси заместитель государственного секретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Уз Розея. В Грузии она встретилась с президентом страны Саламесу Робишвили, премьер-министром Ираклием Кабахидзе, политиками, журналистами, представителями гражданского сектора и правозащитниками. Именно закон об иноагентах стал причиной того, что Вашингтон заморозил помощь Тбилиси, подчеркнула заместитель госсекретаря США. США серьезно обеспокоены тем, как антидемократические действия правительства Грузии, включая так называемый закон об иностранном влиянии и риторика, подорвали путь в ЕС и отношения с Соединенными Штатами. Мы призываем правительство Грузии скорректировать курс и реализовать чаяние общества относительно европейского будущего Грузии. Уз Розея – заместитель государственного секретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека в соцсети Икс. США ожидают увидеть настоящую политическую конкуренцию на парламентских выборах в Грузии в октябре. Все наши друзья, западные партнеры, очень четко понимают, что вот эти оставшиеся 105 дней до 26 октября очень важны. И очень много делегаций приезжают из Америки, из Германии, из европейских стран, из Франции, из других стран. Вместе с этим она, конечно же, очень четкий месседж дала представителям грузинской мечты, что только на визовых, так сказать, не остановится процесс. И если дальше будет идти ущемление прав человека, обязательно там будут еще больше реакций, конкретных шагов, которые будет принимать американская сторона. В июне 2024-го Госдепартамент США сообщил о визовых ограничениях для некоторых грузинских чиновников, причастных к принятию закона о прозрачности иностранного влияния. Вашингтон также отменил совместные с Тбилиси военные учения, надежный партнер.